Редкое мероприятие, проводимое во дворце спорта «Видное», может похвастаться таким количеством участников и болельщиков. Традиционно соревнования под названием «Веселые старты» проводятся в Ленинском районе не только среди подростков, но и среди преподавателей и воспитателей учебных заведений. Вначале – торжественное построение и перекличка. Соревнования проходят по олимпийской системе. Всего спортсменам необходимо принять участие в пяти дисциплинах. Их названия говорят сами за себя – эстафетная палочка, ведение баскетбольного мяча, бег со скакалками, шарик на ракетке, собирание кегель. Перед началом состязаний каждая команда декларирует свой девиз. Дается старт первой спортивной дисциплине, и хотя накануне дорогие призы, а символичные кубки, страсти разгораются нешуточные. И на душу, и в воде будем делать, и везде! Организаторы мероприятия считают, что главный приз, который должен получить каждый из участников, хоть его и нельзя потрогать руками, очень важен для педагогов. Приходим на работу, уходим, а давайте где-то как-то вместе, дружно. И уже по-другому. Одни вот болеют, другие бегают. Все, команда, у них уже единый дух. Еще одна задача этого мероприятия – сломать стереотипы, которые складываются в отношении педагогов. Следует думать, что если бы здесь присутствовали ученики, которым преподают эти люди, они бы не узнали своих школьных наставников. Это непривычно, может, для педагогов. Нас считают все такими, ну, серьезными, синими чулками. Мы обычные люди, которые умеем веселиться, соревноваться и вот так общаться. По окончании каждого из состязаний судейская коллегия выносит свой вердикт – кто останется в борьбе, а кто становится зрителем. Стоит отметить, что оцениваются не только и не столько победы, но и общая подготовка команд. Единая форма, наличие флагов и плакатов и, конечно, активность группы поддержки. Я являюсь где-то, кто остался. Витовская гимназия. Школа номер 9. Это тот самый случай, когда главное не победа, а участие, потому что важнее всех кубков эмоции, испытываемые участниками соревнований. Эмоции, которые они потом передадут детям. Это драйв, это хорошее настроение, это просто позитив по жизни, потому что, ну, без спорта я не представляю свою жизнь, и мне это подстегивает, и я лучше работаю, может быть. Победителем соревнований стала команда Бутовской школы номер 1, но за участие в состязаниях все команды получили памятные кубки. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.